Реформистские партии Причем обе слегка прибавили популярности, хотя центристы опережают соперников. Но пробовавшие 17 лет у власти, теперь оказавшиеся в парламентской позиции реформисты, чувствуют себя там неуютно. Вся их предвыборная риторика была направлена на противопоставление себя центристам, но это больше не работает, если там нет совы сара. А найти такую новую программу, новые обещания, это очень трудно. Однако новые парламентские выборы уже нет за горами, и, как считает социолог Юхан Кивира, к реформистам нужна только победа. В противном случае они могут опять остаться все в той же оппозиции. В прессе уже называют возможных претендентов на пост нового председателя. Это и нынешний Ханна Певкпор, а также Урмас Пайт или Юрген Лиги. Неожиданно вновь стала кандидатура от бывшего Брюсселя экс-премьера Ансипа. Борьба может стать нешуточной. Политики ветерана могут осознать, что сейчас нужна компромиссная фигура, которая устроит всех. Ею может стать депутат Европарламента Кая Каллас, дочь европейского экс-комиссара Сима Калласа. Действительно спекулярирует именно Кая Калласа, такая большая партия, председатель женщины. Это уже какой-то новый имидж для партии. Но хватает ли из этого? Конечно, это очень много зависит от того, насколько успешным будет работать правительство, центристы. Будут ли у Юрия Ратаса в своей партии какие-то новые скандалы и проблемы? Подобную точку зрения сегодня высказал и социал-демократ Свен Миксер, министр иностранных дел в действующем правительстве. В социальных сетях он прямо заявил, что следующим председателем партии реформ будет именно Кая Каллас. Сам Певкор распространил сегодня по внутренней сети письмо однопартийцам, в котором напомним, что главным политическим противником на предстоящих в Риге Гогу выборах является все-таки нынешнее правительство. Именно поэтому надо покончить со внутренними разногласиями и провести срочные выборы нового правления. Но пока все это предположение и спекуляции. Окончательное решение должно вынести еще пока действующее правление партии реформ, которое соберется 20 декабря. Продолжение следует...